До 11 марта в Центре поддержки предпринимателей ждут заявки в свободной форме от тех, кто хочет претендовать на пост председателя КУМИ. Каждый из кандидатов должен будет подготовить самопрезентацию. К 18 марта будет составлен список претендентов, лидера среди которых саровские предприниматели определят путем голосования. На основе ваших голосов будем уже определять для себя тех, кто может претендовать на замещение этой муниципальной должности. В ЦПП подчеркнули такая форма выбора претендента на муниципальную должность, чистой воды эксперимент и желание услышать мнение бизнесменов. Именно предпринимателям чаще всего приходится взаимодействовать с председателем КУМИ. Предполагается, что бизнесменам раздадут приглашение, которое они смогут обменять на бюллетене и поставить галочку против выбранной фамилии. Все бы хорошо, но есть одно но. Победа в голосовании не гарантирует лидеру пост руководителя комитета, а лишь дает возможность на участие в конкурсе на замещение вакантной должности. Впрочем, это право не отнимается и у аутсайдеров в голосовании. Также на участие в конкурсе могут заявиться все желающие. Вы сейчас предлагаете нам выбрать кандидат, который будет рассматривать комиссию? Да, да. Да, да, да. Просто мы выбираем человека. Да. Кандидата. Кандидата. Будет выбрать комиссия, она может выбрать его, а может и нет. Естественно. Но у нас еще есть жители города Сарова, которые, возможно, изъявят желание также поработать председателем КУМИ. И они также будут участвовать в этом конкурсе. По сути, итоги голосования за кандидатов кандидаты на пост председателя КУМИ не будут иметь никакой юридической силы и лишь продемонстрируют мнение бизнес-сообщества, кого они хотели бы видеть на посту руководителя комитета. Обозначить свою позицию предприниматели смогут в день выборов и по тем же адресам, где саровчане будут голосовать за президента. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.